Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Крафцев Сергей. Сегодня хотелось бы с вами разобрать психотип Евгении Стрелецкой и, соответственно, почему именно ее я выбрал. Потому что, во-первых, она психолог, во-вторых, я очень люблю ее видосики. За меня переживают, меня ждут, по мне соскучились. В-третьих, не буду сразу таить ничего, она, на мой взгляд, является эмотивной личностью. Ее очень приятно смотреть. Я знаю, что в интернете многие оспаривают ее какие-то утверждения, как психолога, делают на нее какие-то негативные обзоры. Но мне хотелось бы, чтобы вы не оценивали Евгению, как, в общем, не давали ей какой-то оценки, плюс, там, минус. В любом случае, для нас, для всех, да, кому-то люди подходят какие-то, кому-то люди какие-то не подходят. Кто-то согласен с какими-то психологами, кто-то не согласен. Мне Евгения безумно нравится. Красивая, умная девушка. Надеюсь, вот, видео сейчас будем разбирать, как она провела карантин, как она справилась со своим разводом. Включу видео кусочек, как она об этом рассказывает. И мы просто на ней потренируемся с вами разбирать, соответственно, тип личности. Если меня увидит Евгения совершенно случайно, что вряд ли, думаю, что она очень популярна и занята. Но, тем не менее, Евгения, я прям твой фанат, передаю тебе привет. Ты мне нравишься очень как человек. И как психолог, ну, мне тоже нравишься. Ничего такого спорного не могу найти. Понятно, что если придираться, да, к любому человеку можно придраться. К любому человеку можно найти какие-то несостыковки с, так скажем, классической, особенно, психиатрией, да. Я просто видел, не буду там называть некоторые негативные обзоры на тебя, на Евгению. Соответственно, ну, я не думаю, что это прям уж так все критично, как это было показано. Мне нравится. Мне нравится контент Евгении. И давайте его смотреть. Давайте включим. И я расскажу, почему я решил, что она эмотивная. То есть этим человеком ему удалось поменять мое отношение к мужу. Она рассказывает о своем муже, чтобы вам было понятно. О своем муже. Она развелась с одним супругом. По-моему, я сейчас не помню. Это видео давно уже смотрел. Но речь о том, что вот сейчас у нее другой замечательный молодой человек. Надеюсь, у вас все будет здорово. Евгения, желаю тебе счастья в личной жизни, если ты меня слышишь. И за то время, что я общаюсь с этим человеком, ему удалось поменять мое отношение, именно вот это. И добавить мне больше такой подлинной, изнутри идущей мягкости, доброты и милосердия. Вот о чем человек постоянно говорит в своих видео. О мягкости, о доброте, о милосердии. То есть, соответственно, понимаете, каждая девушка, да, если мы посмотрим другие видеоблоги какие-то, может быть, не психологов, может быть, просто девочек, которые учат каким-то взаимоотношениям таких коучей, да, у них может быть разная мотивация, вот что они ценят в партнере. Большинство, да, если мы на ютубе откроем, ну, девочек коучей, или даже психологов я видел, они говорят, там, нужно, чтобы мужчина вам, там, денег дарил. Или вот я нашла хорошего супруга, да, он мне, там, машину купил, что-то там на меня потратил, куда-то отвез. Девушка о чем говорит? Он, говорит, научил меня доброте и милосердию. Ну, видите, не так много нужно эмотивному человеку для счастья. Ну, разве это не здорово? Слушаем дальше. И еще по долгу службы. Вот, чем мне очень понравилось, да, ты сейчас, естественно, наконец могу сказать, что моя жизнь, после того, как я пережила этот развод, она, на самом деле, сделала качественный скачок, и еще больше повысилась у меня качество жизни. Хотя... Повышение качества жизни, она в чем, опять же, будет описывать в этом видео, называется оно «Мои новости о разводе коронавируса в будущем канала и переменах в жизни». Вот, значит, опять же, качество жизни, она оценивает сугубо эмоционально и описывает его, ну, вот, слушайте. Зала бы уже куда больше, да, куда выше. Я просто интуитивно чувствовала, что сейчас мы можем еще дальше продолжать. Ну, для эмотивных очень важно наличие интуиции, да, то, как она это чувствует. Чувственное восприятие все-таки побеждает у Евгении в личных взаимоотношениях, по крайней мере, да, я не знаю, там, как на консультациях, там, как в ведении, но вполне возможно, она и консультирует так тоже интуитивно, и это может быть хорошо, да, то есть она, как психолог, умеет почувствовать своего человека. Вот. И она придает этому большое значение своим чувствам. Это интересно, да, то есть вот задумайтесь, эпилептоид бы и так не говорил. Напишите мне в комментариях, как бы эпилептоид в данном случае описал свое состояние, да, вот свой развод или нового, наоборот, супруга. Давайте потренируемся немножко искать тип личности. И чего это касается в первую очередь, что с Сережей, когда мы были в отношениях, он же тоже был психотерапевтом, как и я. Я вот, по сути, эти 10 лет я провела как в такой психоаналитической резервации, где все происходит, все, что есть в мире, интерпретируется, воспринимается сквозь призму психоанализа, психотерапии, разного рода психотерапии. И вот этот набор инструментов, то есть, по сути, категорий является теми самыми очками, сквозь которые ты смотришь на этот мир. Вот это вот сложно может быть в отношениях с эмотивом. И эмотивы отказываются понимать логику в некоторых моментах. И типам личности, которые, соответственно, логичны, им жить, конечно, с эмотивом в этом может быть тяжело. То есть ты пытаешься объяснить, что так нужно поступить, потому что взаимосвязанная цепочка событий будет этому предшествовать. А эмотив чувствует по-другому, что не нужно вот так поступать, потому что это там плохо или там хорошо, или вот лучше будет вот так, потому что мир, цветочки, одуванчики. Но иногда нам нужно поступить даже, может быть, грубовато к человеку в жизни, может быть, чем-то его одернуть, или провести какую-то легкую манипуляцию с человеком, для того, чтобы оказать даже терапевтический эффект на пациента. Но вот эмотивы, они, как правило, не идут на это, они идут вот так вот напрямую. Будь хорошим, делай добро, и добро к тебе вернется. Ну да ладно, слушаем дальше. И вот этот набор инструментов, то есть, по сути, категорий является теми самыми очками, сквозь которых ты смотришь на этот мир. И сейчас, когда я вышла в эту реальную жизнь, где все такое очень бурляющее, динамичное, непонятное, отчасти этой психотерапии приходится очень сильно отказаться, потому что мой новый возлюбленный... Такое описание, да, динамичное, непонятное. Даже немножечко я прям начинаю Евгения задуматься, что вы прям какой-то ашизоид. Но больше, мне кажется, все-таки эмотив. Ты вообще ни разу не психотерапевт, и он бы предпочел остаться в психотерапии, только можно ли процентов 10 или 20, чего-то самого по-настоящему, рабочего, практического и эффективного. А вот эти 80% лишнего и наносного, которые у меня есть соблазн оставить, потому что я не зря же это все изучала, я же не знаю, это все знаю. Желательно было бы отбросить. И сейчас, когда я действительно отказываюсь от этого лишнего, у меня происходит такая аккомодация немножко к реальной жизни. И я вышла из этой психоаналитической резервации, и я за счет этого вынуждена отказываться от этих категорий. Категории, они очень... Ну, ни к чему категории. Не хочет жить человек логикой, хочет жить человек чувствами. В общем, посмотрите это видео, оно очень наглядно демонстрирует поведение и эмотивные личности, дорогие друзья. На этом я, наверное, подведу итог. Я хочу оставить вам как домашнее задание. Я действительно хочу, чтобы мой видеоблог учил вас психологии. Я хочу учиться на практике. И вот тех людей, кого я смотрю или слушаю музыку, чего творчество касаюсь, те яркие моменты проявления личности, которые я замечаю в них, я вот, наверное, буду вот так вот снимать. Теперь на примерах, чтобы вам было наиболее понятно, дорогие друзья. С вами был Медикал Фитнес Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok